На дворе 2015 год. Дорогой мобильный телефон? Нет, не так. Большой смартфон определяет ваш финансовый статус. А если сзади смартфона еще и нарисовано надгрыженное яблочко, то прохожие в основном думают, что вы как минимум из среднего класса. Но какой бы крутой смартфон не лежал у вас в кармане, это не обезопасит вас от случайного взрыва аккумулятора. В 2013 году восьмиклассница зашла в класс, положил айфон 4s в задний карман штанов, села за парту и тут же послышался громкий хлопок. Это взорвался аккумулятор телефона. Девочка получила незначительные ожоги. В 2014 году 7-летняя Ариана из Астаны получила ожоги от взрыва телефона Samsung Galaxy S2, который находился в ее кармане. В это время девочка гуляла на улице, телефон лежал в переднем кармане джинсов. И снова хлопок. Ребенок стал кричать и звать на помощь. По словам папы Арианы, девочка получила ожог в третьей степени и была сделана операция по пересадке кожи. Телефон был отдан на независимую экспертизу. Как оказалось, взорвался аккумулятор. Снова айфон. Он взорвался в Марселе в руках у местного жителя, набиравшего в этот момент смс. И с пугом французу отделаться не удалось. Стеклянный осколок экрана айфон попал ему прямо в глаз. Стюардессу убило током во время беседы по телефону. 23-летняя жительница Китая погибла от мощного разряда тока, ответив на звонок мобильного телефона во время его зарядки. Трагедия произошла в доме девушки в 2014 году. По словам старшей сестры жертвы, она ответила на звонок своего мобильного телефона, после чего получила мощный разряд электричества. Я надеюсь, что компания сможет объяснить нам, как такое могло произойти. Я также прошу всех обладателей смартфонов не пользоваться ими во время зарядки, написала в социальной сети сестра погибшей. Также она отметила, что девушка владела оригинальным телефоном известной компании. 18-летняя жительница Швейцарии подает в суд на крупнейшую компанию Samsung. Несколько недель назад Фанни приобрела телефон и все его комплектующие в фирменном магазине. Однако новый смартфон Samsung Galaxy S3 взорвался в кармане ее брюк, и девушка получила сильные ожоги ног и рук. По ее словам, за считанные секунды одежда на ней загорелась. На помощь к пострадавшей прибежали ее коллеги, они довели ее до уборной и облили водой. К счастью, мои волосы были собраны в хвост, и пламя не успело распространиться на голову, прокомментировала ситуацию девушка. После страшного взрыва меня доставили в ближайшую больницу. Специалисты местной клиники зафиксировали у пострадавшей множественные ожоги ног и рук. После выписки из больницы девушка захотела восстановить справедливость в судебном порядке. Сначала она обратилась в представительство Samsung. Служащий компании сообщил, что расплавленный Samsung Galaxy S3 в ближайшее время будет отправлен в Корею для проведения экспертизы. Работник компании также уточнил, что неисправность смартфона может быть связана с нарушением правил его эксплуатации. Я лично не сомневаюсь, что крайне окажется именно пострадавшая девушка. По словам следующего пострадавшего владельца смартфона, он пользовался им больше года и всегда перед сном клал его на зарядку рядом со своей кроватью. Ночью он проснулся от шума и резких звуков, а комната была заполнена едким дымом. Толком не проснувшись, он моментально вскочил с кровати и включил свет. В освещенной комнате он увидел, что его любимый смартфон начал гореть и плавиться. Он не растерялся и быстро выдернул смартфон из розетки и вылил на него стакан воды. Затем, когда в комнате расселся дым, он увидел, что последствия пожара возникли из-за возгорания мобильного телефона. Матрас и кровать прогорели. От высокой температуры расплавился корпус смартфона, аккумулятор вздолся, а пластик оставил небольшой ожог на пальце владельца. Так почему же взрываются телефоны? Точнее сказать, взрываются не телефоны, а аккумуляторы. Батарея не должна находиться возле источников огня или высокой температуры в процессе использования. Даже если вы кладете смартфон возле себя на ночь на зарядку, то есть большая вероятность, что он может взорваться, так как может быть скачок в напряжении. Не делайте так. Или когда идете загорать на пляж, не нужно лежать и задротом клацать по телефону в 40 градусную жару. Положили телефон в кучу вещей и будьте спокойны. Батарея не должна подвергаться физической деформации, прокалываться или даже просверливаться. Потому что даже один из таких моментов может спровоцировать взрыв аккумулятора. Если аккумулятор сильно нагревается, электролит может загореться. Есть много видео и фотографий в интернете, когда показывают, насколько это серьезно. Батарея обычно загорается из-за короткого замыкания внутри. Есть разделитель, который отделяет положительные и отрицательные электроды. Если в этом месте происходит разрыв и электроды соприкасаются, батарея очень быстро нагревается. Если технология производства была нарушена или появился брак, батарея легко может перегреться. В результате чего ее внутренние ячейки разрушаются по цепной реакции. Такой процесс называется тепловым убеганием. И именно он является причиной большинства взрывов аккумуляторов. Или что менее опасно, резкого вздутия батареи. Если у вас аккумулятор вздулся, его немедленно нужно менять, чтобы не было вот такой вот картины. Стоит заметить, что возгорание аккумуляторов очень редкое явление. Всего лишь несколько случаев были освещены в СМИ. Сегодня вы увидели немало картинок, где от взрыва батареи люди получали ожоги ног. Но представьте, если бы аккумулятор взорвался у вас во время разговора возле лица. Спасибо, что смотрите. Если вы знаете подобные случаи, пишите в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok